Добрый день, господин Лембер. Добрый день. Время для очередной видеосессии. Мы продолжаем отвечать на вопросы горожан, актуальные для города и страны. Регина на портале задает такой вопрос. Президент Европейской комиссии сообщил, что странам ЕС придется принять в четыре раза больше беженцев. Я не считаю, говорит она, что латвийское общество готово принять в 250 беженцев, не говоря уже о тысячи. Да, ну, Юнкерс показывает свою безграмотность в этом вопросе. Абсолютно неправильно эту проблему беженцев концентрировать на вопрос, сколько кому надо принять. Всегда бороться надо, в первую очередь, не последствиями, это беженцы, а с причинами, то есть анализировать причинно-следственную связь. А причина в том, что так много беженцев из Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии и других стран, это безответственная, безобразная, безответственная колониальная политика богатых западных стран. В некоторых случаях в этой политике участвовали Латвии, например, оккупация Афганистана и оккупация Ирака. Но, если не там хотели, может быть, установить стабильный режим, конечно, всегда крестовый поход был под знаменем демократии, то из этого ничего не получилось. В результате этих стран гражданская война, и оттуда потом бегут. То есть, кто посеял эту ненависть, тот сейчас собирает урожай. И вопрос состоит в том, а как устранить причины? Ливии бомбардировала авиация Франции, Сирии, Северные штаты Америки. Сейчас смотрят, что пора бомбить Франции. То есть, созданы условия, чтобы люди бежали, потому что от гражданской войны люди бегут и езжать будут. Это, в целом, густонаселенные районы Африки и, особенно, конечно, Ближнего Востока. И этот поток беженцев будет увеличиваться, если не бороться с этими последствиями. С причинами, вернее, а только с последствиями. И потому я говорю, что правительство должно вопрос ставить комплексно. И платить за свою безобразную политику должны те, кто ее заварил. Это богатые западные страны, но не в этом случае. И, конечно, Латвия. Ну, конечно, Северные штаты в первую очередь. Кроме того, ситуация сейчас такая, что транспортировка этих беженцев – это большой бизнес. Это миллиардный бизнес. И он никогда бы не мог существовать, если не было бы срастания госструктур Западной Европы, чтобы передвигать этих беженцев. Так что это вопрос очень серьезный, его надо решать комплексно. А не все концентрировать, сколько принять беженцев. Такой подход, как сейчас у нашего правительства, весь разговор о количестве беженцев – это неправильный. Это ни к чему хорошему не вредет. Потому что сегодня 160 тысяч идет, а через год, может быть, миллион 600 тысяч. И тогда Латвии надо будет сколько? 10 тысяч принять – это столько, сколько живет ТАЛС или Кубига. Так что ситуация очень серьезная, и такая ситуация угрожает национальной безопасности Латвии. И соответствующим образом Латвия должна и действовать. Что плохо? Что богатые страны Западной Европы, как Италия, Франция, Австрия, шантазируют Латвию, угрожают Латвии. Что если вы не будете принимать беженцев, то Италия не будет поставлять свои самолеты для патрулирования в аждустном пространстве Латвии. И что Латвия будет лишена денег структурных фондов Евросоюза. Ну, прием беженцев мы не подписались, мы не вступали в такое объединение Евросоюза, где мы взяли обязательство брать беженцев, которых создала, например, Франция. Это не наше дело. Это не наше дело. То, что тут позиция у правительства должна быть совсем другая, более жесткая. И этого юмкорства надо ставить на место. Человек не понимает. Он не понимает, что всегда перед тем, как говорить о последствиях, надо говорить о причинах и устранять причины. Безграмотный человек просто. На портале «Я» задает такой вопрос. Объединение регионов Латвии разработало поправки к закону о выборах краевые и городские самоуправления, разрешающие голосовать, начиная с 16 лет. И они тут же приводят пример Эстонии. Вот ваша оценка вот такой инициативы. Я честно скажу, я никогда не думал. Я как бы сейчас нейтральный. Надо было послушать те, кто говорят «зак», а может быть кто-то будет говорить «против». Я вообще больших проблем не вижу. Но может быть кто-то видит, пусть тогда рассказывает. Спросить у молодежи надо, наверное, потому что… Ну да, в том числе они вообще пойдут голосовать. Я как-то не очень уверен, что там больше процентов 10-15 придут на выборы. Но другое дело, это право. Право избирать, конечно, это хорошо. Ну, по-моему, раньше был 21 год, там было, по-моему, даже 23 когда-то давно-давно. Нет, сейчас 18. Я не вижу проблем. 16, все там взрослые, в принципе. Как Дума могла допустить ситуацию, что Северокурзамская больница осталась без председателя правления? Ну, как человек, он может вступить на должность, может и уйти. Руководитель решил, что она хочет возвратиться, жить и работать в Губин, откуда она пришла к нам. Я тогда высказывал опасения, что не будет так, что соединить Губин и Венспус как бы трудновато. Расстояние, как вы знаете, километров 400. Ну, она так решила, но там остаются три члена правления, так что функционирование больницы ничего не выражает. У нас есть кандидатура на председателя правления, но там есть процессуальные вопросы, временные вопросы, которые надо решить. Конечно, надо, чтобы был руководитель, все-таки есть руководитель, но там несколько месяцев кашу не испортит. Повисим «но» петли, такой вот ник на портале Вентезбалс, там буквально истерика у человека, столько вот знаков вопроса, он задает. Как долго можно дурачить жителей Венспилса, когда предотвратят как минимум 10 осознанных ошибок, инфраструктуры, конкретно не указывается, правда, ничего. Пока ничего не изменит, не нужны ни Венсполское региональное управление госслужбы среды, он пишет, ни отдел Венсполской гордумы по надзору за окружающей средой. Вы в курсе? Не знаю. Я не понимаю, значит, в чем упрек. Ну, может быть, человек, конечно, может и не знать, он не вникал, но хотя если пишет, то, наверное, до этого надо как бы не вникнуть. В нашем государстве распределены функции, кто чем занимается. Вопросы, значит, окружающей среды находятся исключительной компетенцией государства. Есть такая служба окружающей среды, ВАУСВИДЕСДЕРНСП, которые, например, только они издают лицензии на право проводить такую деятельность, которая загрязняет окружающую среду. Или перевозжать уголь, или там перевозжать нефтепродукты, или там что-то производить, который имеет, или там котельные новые открывать. Это они дают только разрешение. Без их разрешения такая предпринимательская деятельность невозможна. Невозможна. Само правление в этом процессе может участвовать только, как любой другой гражданин, то есть подавать свои какие-то мнения. А госслужба может брать внимание, может не брать внимание. Они даже не обязаны отвечать нам на какие-то наши возражения. И мы подали на них иск в суд, чтобы они отменили разрешение, чтобы больше пили были в Энсфиллсе. Мы против этого были. И суд нам принял разрешение, что мы как совпределение не имеем право подавать в суд эту госслужбу, и требовать отмены, по нашим мнениям, невыгодной деятельности, загрязнения деятельности на территории Энсфиллса, конкретно в порту, приезжая каменный уголь. Мы сейчас подготовили изменения в законе. Мы хотим, чтобы самопределение имело, чтобы регальный отдел по окружающей среде, что был обязан подавать нам на оценку их проект-решение. И если они не согласны с нашими аргументами, тогда они должны письменно давать ответы. И мы имеем право подать в суд, если мы не согласны с их решением. Мы не можем их отменить, но мы можем подать в суд. Пока у нас такого права нет. Так что, ну, такое распределение функций. Отдел у нас есть такой, но они тоже, они же должны анализировать, что происходит, как происходит, где хорошо, где плохо. Ну, и мы, конечно, готовим свои соображения, свои пишем жалобы, так и далее. Но это нам никто не может запретить. Но прав сейчас в соображении не сравнимо меньше, чем было лет 30 назад, к сожалению. Так что вопрос не по адресу, а нужно отправлять. Да, да, и надо обращаться в Министерство регионального развития окружающей среды и госслужбу по окружающей среде. Вот две инстанции, к которым надо обращаться. На Халловент избался вопрос поступил. Узнала, что Венспилский рыбоконсервный комбинат планирует перенести на территорию бывшей зверофермы. И испугалась, не хотят ли американцы в нашем борту разместить свою военную базу. Поэтому для нее освобождается местная такая страх. Да. Нет. Значит, есть идея использовать деньги Евросоюза, перенести это производство из территории рыбного порта на бывшую территорию зверохозяйства. Почему? Потому что они занимаются коптением, это запах, это дым, а там вокруг лес. Но это можно сделать... Мы идем, просим, чтобы мы достали деньги Евросоюза. Ну, там много претендентов. Если можно будет деньги Евросоюза получить на перенос этого производства, то тогда, конечно, мы это сделаем. Что там надо? Там надо новый пристань построить в районе, в районе, там, где раньше было банка, чтобы можно было принять рыбу и отвезти зверохозяйство. Это раз, что надо сделать. И второе, надо построить здание, чтобы его ориентировать, вот те, которые занимаются обработкой рыбы, рыбоконсервный комбинат. Ну, и тогда там весь этот комплекс частный инвестор один купил, и он бы там мог развивать такую деятельность, что связано с туризмом. Гостиница, наверное, как? Может быть, гостиница, может быть, какие-то еще активности, может быть, какой-то комплекс спа, ну, что-то в этом роде. Но это уже опять частные инициативы. Мы это предусматриваем, что там можно это делать, да? Там, может быть, коммуникации можем помочь. Ну, это частный бизнес должен быть. Военные базы-то не будет? Нет, 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 я ничего не знаю о военной базе. Не думаю, нет. Мы, по крайней мере, это не планируем, да. Здание по улице 23 сейчас сносит. Нельзя ли на этом месте сделать автостоянку? Видите, это будет неправильно. Это улица Пилстара, и улица там, и в этом месте надо было построить новый дом со старым фасадом. И чтобы это была единая улица, историческая улица, да. Это возможно сделать. Но пока земля нам не принадлежит, там такой яун вестируйл, у него принадлежит. Вот. Но он не проводил порядок свой дом. Мы были вынуждены его снести. Нам суд это разрешил. Мы иск к нему, что он довел собственность до такого безобразного ситуации. Ну, то есть мы в рамках нашей, то, что нам позволяет закон, мы будем сфимулировать, что там был жилой дом. Это было бы самое правильное. В газете было написано, что разрабатывается эскиз научного центра. Для чего нужно строить новое здание, если в Павенте на улице Ринда стоит пустое здание бывшего детского сада нефтебаза? Ну, нельзя ли его использовать? Нет, там совсем другие требования к помещениям. Там, в первую очередь, значительно больше нужна площадь, где-то 3,5 тысячи, 4 тысячи квадратных метров. Там более высокие потолки должны быть. Это, ну, как экспозиция, одновременно она активная, да. Но это никак не совместимо. Кроме того, надо, чтобы это разместилось в таком месте, такой научный центр, где туристы, ну, как не проезжая мимо. А можно заехать в город и выехать из Венсфолса, не видя вот этот центр. Мы, это центр науки, мы планируем там, где переезжайте на левый берег Венсфолса, левую часть берега, и прямо напротив там есть поляна, когда-то эти лошади послись. Вот в этом месте. Это очень хорошее место. Ну, это разработка. У нас мы изучили в мире, что происходит. В далеком, близком. У нас есть активность, в которой мы там приняли решение надо делать. Так что мы потом делаем эскизный проект. Будет интересно. Юрис на портале спрашивает, как оценивается результат гарантийных работ, которые провели в бассейне на большой площади? Я был неделю, полторы недели назад. Я посмотрел там лучше, но там не было до конца все сделано, потому что там видно, что не одинаково. Вода очень хорошо это показывает. Но они должны все привести в порядок. Коммунальное управление заказчика, они должны с строителями за это бороться. И им никто покоя не даст, пока не устранять недоделки. Потому что даже на 2 мм разница в этих плитах, она сразу по-разному вода течет. И последний вопрос задала на Холометесбалс читательница, когда в Венспалсе будет эстрада с деревянным полом, на которой можно будет танцевать. Очень нужна ей вот такая эстрада. Да. Мы анализировали вопросы эстрады. Она когда-то была на улице Вассернольцес. И там получилось, что там год где-то максимум 5 мероприятий. Она заколустье, малопосещаемость. И народ не ходил. И потому мы сделали это все заново в центре. Я сам там танцевал. Но если вы хотите танцевать на паркете, то вы должны потанцевать. Вообще другие танцы, это бальные танцы, там посудобле, там танго, или что. Но я не замечал, чтобы там танцевали такие сложные танцы. достаточно сложные. Ну вот. Так что это я видел, что люди нормально танцуют. Ну как, дай бог, чтобы только слышали ритм. Или это бетонные эти плиточки, или это даже трава. Танцевать так, как там танцуют, там можно так танцевать. Если ВИНИС ВАЛСИС, или ЧА-ЧА-ЧА, то, конечно, я согласен, там трудновато. И для 5 мероприятий в год, а все зависит от посещаемости, игра не стоит свечи. Это очень дорого. Спасибо вам большое за ответы. Ждем новых вопросов. А вам спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.